Здравствуйте, уважаемые друзья, мои студенты и ученики, кто там еще есть. В общем, мы с вами ставили на пороге большого шага вперед. Мы с вами прошли уже, более-менее рассмотрели задачи практически по аналитической геометрии на плоскости, пространстве. Мы рассмотрели с вами вопросы, связанные с матрицами, матричные исчисления. Значит, матричную алгебру рассмотрели, векторную алгебру рассмотрели, систему уравнений линейных рассмотрели. Мы с вами также рассмотрели понятие функции как таковой, значит, ее область определения, область значения. Мы учились комбинировать графики из элементарной функции. И также мы с вами рассмотрели так или иначе теорию пределов и даже коснулись крайне щекотливого вопроса, это матиндукция. И думаю, логично будет следующим шагом это рассмотреть, начать рассматривать теорию интегралов и начать, конечно, с неопределенного интеграла, то есть с первообразной. Уверен, что вы уже так или иначе как-то сталкивались с интегралами, поэтому с самого начала начинать, конечно, не буду. Более того, вы должны быть вооружены своими лекциями. Лекторы ваши должны были вас снабдить хотя бы минимальным набором понятий. Это важно, а то вы будете похожи на вилку, которая протыкает кусок мяса, но вкуса не чувствует. Вы должны понимать, что вы делаете, для чего вы это делаете. А потом, док-дак, мы с вами перейдем уже к рассмотрению и определенного интеграла. Там еще больше возможностей раскрывается для практического использования. Этим пользуются активные и химики, и физики, я бы даже сказал, больше, чем математики, потому что это и хлеб при помощи интегрального вычисления. Они делают измерения, свои гипотезы, проверяют или опровергают и так далее. Так что уметь работать с интегралами надо, но прежде чем прийти к определенным интегралам, нужно научиться находить так называемые первообразные или неопределенные интегралы. И мы этим сегодня займемся. Займемся мы не сразу с очень крутых заданий, но и не самых легких. Но я предлагаю и ученикам от классов тоже присоединиться. Сразу предупреждаю, что, как обычно, у меня не огрызки, не 50-минутные ролики, за которые получают миллионы лайков. Нет, конечно. Привыкнуть к тому, что там, где я, там работа. Работа должна быть большой и хорошей. На высоком уровне. Надеюсь, что так оно и будет. Ну, а мы продолжаем. Сейчас я включу. Так. Поехали. Сейчас я включу. Демонстрация экрана. А то однажды я так записывал. Чуть ли не три часа оказалось пустой. В общем, интеграл... Да, еще. У вас перед глазами должна быть таблица интегралов. Это минимальный набор инструментариев, который должен быть вашими глазами. Зубрить не обязательно. Это справочные данные. Хотя, чем больше его будет решать, тем лучше. Кстати, не знаю, как он, но лично я, например, когда мне было не очень хорошо, чисто психологически, чтобы успокоиться, я решал интегралы. Да-да-да. У меня даже и тетрадка где-то сохранилась. И списал я 96-листовую тетрадку. Было дело. Ну, поехали. Итак, начинаем. Значит так. 2 делить на косинус в квадрате х. Минус 5 делить на синус в квадрате х. По dx это интеграл у нас. Мы с вами знаем, что интеграл суммы это сумма интегралов. А константы может у нас из-за знак интегралов. Поэтому получается 2 интеграл dx на косинус в квадрате х минус 5 интеграл dx на синус в квадрате х. Очень хорошо. Это стандартный интеграл табличный. И этот тоже. Этот равен тангенсу. Да. Этот равен минус к тангенсу. Поэтому получается 2 тангенс х минус минус 5 катангенс х плюс константа c. Обязательно забывайте писать c. Многие лекторы считают его, если вы напишите, как ошибку, и они будут правы. Плюс 5 катангенс х плюс c. Все. Это и есть первообразная функция. То есть, если мы сейчас найдем производную, то она совпадет с этим подинтегральным выражением. Так, поехали дальше. Вот у вас такое подинтегральное выражение. Единица минус косинус 2х делить на 6 синус х. Так, вот такой у нас интеграл. Значит, тригонометрию никто не отменял. Не только в школе она, как вы видите, но и в шмате тоже, однозначно. Давайте с вами вспомним, что единицу можно представить как что у нас. Как тригонометрическую единицу. То есть, это косинус квадрат х плюс синус квадрат х. Это я расписал вот эту вот единицу. Минус косинус двойного угла. Это косинус квадрат х минус синус квадрат х. Если мы раскроем скобки, у нас что получится? Косинус квадрат х плюс синус квадрат х остаются. А здесь получается минус косинус квадрат х плюс синус квадрат х. И делим на 6 синус х. И все это под х. Итак, у нас косинусы ушли. Получается у нас 2 синус квадрат х здесь и 6. Ну ладно, пропишем подробно пока еще. 2 синус квадрат х под х на 6 синус х. Естественно, вы увидите, что все это сокращается. 2 на 6 сокращается. Это 1 третье. Мы его носим за знак интеграла. Получается 1 третье. Это синус х и этот сокращается. Получается 1 третье. Синус х под х. Смотрите в таблице. Тоже табличный интеграл. Это получается минус 1 третье. Косинус х плюс c. Это и есть ответ. Давайте следующее попробуем сделать. Я прямо выписываю те задания, которые решали мои студенты буквально недели 3 назад. Они это мочили. Так, вот такое интеграл дх и знаменателя. Синус квадрат х плюс косинус 2х. Ну тоже знакомая ситуация. Давайте косинус 2х мы уже знаем как представлять. Не уже, а вы давно это знаете, надеюсь. Синус квадрат х пока остается. Са будет косинус квадрат х это плюс косинус квадрат х минус синус квадрат х. Правильно? Они взаимоуничтожаются. Получается интеграл дх на косинус квадрат х. Представьте себе, это тоже у нас табличный интеграл. Вот он здесь был. Вот он здесь. И это тангенс х плюс c. Вот и все. Так, что у нас следующее? Давайте посмотрим. Значит, так уж у нас единица минус 4. Котангенс квадрат х. на косинус квадрат х под х равно. Ну давайте. Давайте, во-первых, разделим каждую часть этого выражения на косинус квадрат. То есть получится на что это? Единица на косинус квадрат х. Так, минус 4. Косинус квадрат х делить на синус квадрат х. Это я расписал катангенс квадрат. И вот этот вот косинус квадрат х. И все это dx. Как видите, косинус квадрат ушли. И это получается dx на косинус квадрат х. То есть отдельно это. Минус 4 за знак интеграла. dx на синус квадрат х. Ух ты! Ну прям отлично. Это тангенс х минус 4. А, уже плюс 4 катангенс х и плюс c. Это первообразная эта функция. Вот так вот мы начинаем работать. Это вполне по силам студентам, вернее ученикам мат-классов, потому что здесь сплошная дригонометрия. Техника. Вы должны наработать технику вычисления первообразных. Или как принято в американской англосичной литературе. Anti-derivatives. Или anti-derivatives. Это вот антипроизводные. В общем-то это с чем-то логика есть. Так. Поехали дальше. Поехали дальше. Следующее у нас такое, например. Косинус 9х плюс косинус 7х делим на косинус 8х. Ну, очевидно, напрашивается формула суммы косинусов, правильно? Правильно. То есть у нас чистоте получается 2. Косинус 8х. Немножие на... Так, пополам, да? Косинус х. Косинус х. Я надеюсь, вы помните те формулы. Косинус альфа плюс бета пополам. Косинус альфа плюс бета пополам. Вот мы эту формулу использовали. Здесь косинус 8х и под x. Так. Опять у нас красиво уходит. Два за знак интеграла. Получается 2. И интеграл косинус х под x. Ну, то есть это получается... Тоже табличный интеграл. 2 синус х плюс c. Все. Следующий у нас... Поехали в новое задание. Тангенс квадрат х под x интеграл. Давайте распишем, что такое тангенс квадрат. Это синус квадрат х. Пардон. Это синус квадрат х. Разделить на косинус квадрат х. Правильно? Под x. Хорошо. 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 Пока не очень хорошо. Здесь синус, здесь косинус. Поэтому нам нужно, чтобы была унитарная функция. Либо все синусы, либо все косинусы. Поскольку мы делим на косинус, удобнее, чтобы здесь были синусы. Как это сделать? При помощи дагентрической единицы. Что такое синус квадрат х? Это единица минус косинус квадрат х. Вот так. И теперь мы вот это, каждую слагаемую частью, делим на косинус квадрат х. То есть получается единица на косинус квадрат х. Минус косинус квадрат х на косинус квадрат х. Это единица. или мы уже с вами это делали это табличный интеграл это что тангенс x это у нас вот так это получается давайте возьмем следующий тангенс x минус тангенс x все так квадрате вот такой интеграл нас найти тут можно по-разному решать можно раскрыть скобки как квадрат разности можно можно в общем то это тут я думаю можно так решить да только зачем поэтому предлагаю сразу раскрыть это как косинус x на синус x минус синус x на косинус x так квадрате воды x так что у нас получается здесь нас получается общий множитель косинус квадрат x минус синус квадрат x на синус x на косинус x и все это квадрате воды x так а сворачиваем это по формуле это косинус двойного угла квадрата значит здесь квадрате здесь у нас получается 0 5 синус 2x правильно но в квадрате значит уже не 0 5 а 0 25 потому что вот это синус x на косинус x это 0 5 синус 2x на диск квадрат 505 квадрате это 0 25 или 1 4 так что у нас то получается 4 у нас идет 1 4 знаменатель поэтому четверка перед интегралом получается косинус квадрат 2x разделить на синус квадрат 2x так или нет так все это под x дальше тоже можно по разному давайте снова применим тригентрическую единицу она верна верно в своем своей простоте правильно этот косинус квадрат 2x мы вызвали через тригентрическую единицу и думаю вам уже все ясно делим каждую на синус квадрат x на смс получается 1 на синус квадрат 2x минус 1 или это равно 4 интеграл dx на синус квадрат 2x минус не забываем что четверка относится не только к этому договору и к этой единице поэтому 4 интеграл под x это у нас табличный интеграл это минус катангенс x не тут 4 под минус 4 катангенс x и здесь минус 4x потому что это это и это другое уничтожил плюс c кажется напутал 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 я вот что смотрите у нас же здесь dx а здесь 2x вот это вот плохо поэтому здесь чтобы я имел право использовать эту форму табличное не нужно чтобы dx после доме был не x а 2x поэтому я здесь умножаю на 2 и чтобы ничего не изменилось тоже делю на 2 все тогда у меня здесь уже будет что двойка и здесь двойка правильно и получится минус 2 катангенс x минус 2x плюс c вот все хорошо вот хорошо что я ошибся и я не слежусь этого но ошибся ошибся что значит имейте ввиду вы имеете право всегда когда вы готовы используется уже табличную форму посмотрите у вас в дифференциале также примерно стоит или нет здесь вот x а здесь синус 2x поэтому икс пользоваться слепо нельзя нужно довести дома вот то что после ты чтобы было так же как и здесь отличие x от 2x 2 ровно два раза под меня здесь умножают 2 но просто так умножить я не могу поэтому умножить здесь на 2 это уже здесь делю на 2 чтобы все осталось таким же как было что ничего не изменилось поэтому 4 за 2 у нас получается красиво в двойки так хорошо следующее вот такой 3 плюс извините не плюс 3 косинус квадрат x пополам ну во первых посмотрите тройку можно вытащить сразу знак интеграу дальше у вас здесь так чем я здесь говорил у вас здесь дикса здесь икс пополам поэтому я здесь напишу dx и разделиваю на 2 но чтобы ничего не изменилось я его умножить здесь на 2 в 2 на 2 сократиться и все будет хорошо то есть ничего не изменилось на здесь косинус квадрат x пополам вот теперь я могу свободно использовать всякие там штучки а можно было так если не делать подождите подождите это я поторопился чуть-чуть поторопился у нас квадрата 2 передавайте тройку вытащим как я говорю на контаграме и давайте использовать форму понижения степени да и поторопился форму понижения степени это будет единица плюс косинус двойного аргумента двойного аргумента двойного аргумента x полам это будет 2 нужно x полам это x здесь будет 2 вот и x да все намного проще хотя то что до конца то это тоже можно было вытащить результат правильно было бы дольше и более нудно двойку мы выносим за знак интеграла как константу и получается на что единица плюс косинус x по dx то есть получается 3 вторых напоминаю 3 трак относится только к единице но и к косинусу значит по dx плюс 3 вторых интеграла по д вернее по косинус x по dx получается 3 вторых x плюс 3 вторых синус x плюс ц вот и все это можно было скуки вытащить дальше поехали следующее задание у нас сейчас здесь проверю все правильно 3 за скобки снизили квадрат до первой степени плюс косинус подпалом двойка ушла суда до 3 вторых трампампам и за через косинус x да все хорошо следующее так следующее поехали единица плюс косинус квадрат x на единица плюс косинус 2x так ну поехали там где единица и трагометрия по 4 процента нужно единиц представить в виде тагометрической единицы поэтому вот что у нас синус квадрат x плюс косинус квадрат x плюс косинус квадрат x это единица и это косинус делаем аналогично здесь это синус квадрат x плюс косинус квадрат x и расписал единицу а косинус двойного угла представляя как по формуле косинус квадрат x минус синус квадрат x и так у нас здесь синус уходит а здесь у нас получается смотреть здесь будет точно 2 косинус квадрат x и здесь косинус а здесь синусы я вам до этого уже говорил что лучше чтобы все было унитарно поэтому мы можем превратить синус косинус также через трагогическую единицу будет единица минус косинус квадрат x да так плюс 2 косинус квадрат x вот это я сажу 2 а это синус квадрат x делим на 2 косинус квадрат x под x поехали получается у нас что единица плюс косинус квадрат x на 2 косинус квадрат x под x двойку можно вытащить за знак интеграла одна вторая точнее и получается у нас мы каждый из этих элементов частицы делим на косинус квадрат получается единица на косинус квадрат x плюс 1 получается 1 2 здесь у нас получается что интеграл d x на косинус квадрат x плюс интеграл d x получается значит здесь это тангенс x это 1 2 пополам плюс это x пополам экзоцианс вот получается так ну хотите одно второе это сейчас сколько говорится тоже декорация так следующее следующее давайте посмотрим так называемые завуалированные задания например такое их нужно просто видеть сразу единица минус корень квадратный из 2 минус x в квадрате разделить на корень квадратный из 2 минус x в квадрате код x да это интересненько так что мы здесь видим также секунду чтобы узнать в розы я это не шаги было очень легко сейчас я разрешать пойму ну давайте во-первых а ну все давайте это делаем так каждый из них разделим напишем так что 2x на 2 минус x в квадрате да а это минус значит интеграл я пишу очень подробно чтобы понимали что еще отказа греза на 2 минус x в квадрате так вот это у нас получается табличная величина табличная величина это получается арксинус это арксинус x деленного на корень из 2 это табличная величина это получается вот корень из 2 в квадрате минус x в квадрате а подождите тут же я не правильно не писал вот эту минутку 4 в квадрате я думаю что тут так страшно такое вот оно ага и здесь в квадрате и все это сокращается друг другу получается минус интеграл вот x это будет просто x это вот моя невнимательность это конечно убежит значит пардон здесь не в четвертой степени а в квадрате значит в квадрате иначе бы мы так не решились бы я еще думаю если в четвертом там бы так не решились бы просто так ну думаю с этим разобрались там ничего такого принципиально сложного не было относиться не дементарным следующий такой пример единица плюс x квадрате разделить на x четвертая минус 1 под x но тут даже школьники решат не видно что x четвертая минус 1 разделить если разложить на множество то все идет сокращение это пока оставляем это как раз с квадрат будет x квадрат минус 1 умноженное на x квадрат плюс 1 так или нет это сокращается получается что у нас а это у нас тоже обычный интеграл так обычный интеграл это одна вторая логарифм на 1 минус x разделить на 1 плюс x в общем-то вещи эти значит откуда я это выберу это все из обычных интеграл то есть там прям вот такие там у вас было написано вот так вот интеграл от x на x квадрат минус а квадрат там так написано сейчас я гляну в момент так написано да так все верно то есть у вас всегда под рукой должен быть должна быть таблица интеграл так хорошо поехали дальше все пока это еще не очень сложно поехали дальше следующий у нас интеграл кажется что он страшно смотрите корень квадратный из единицы минус x квадрат минус корень квадратный из единицы плюс x квадрат делим мы с вами на корень квадратの из единицы минус x четвертый интеграл по Но мы с вами уже с теорией пределов знаем этот прием. Это освобождение от иррациональности от числителя. Прямо напрашивается сам собой. То есть мы умножаем на сопряженное выражение. Получается х квадрат вот так. И чтобы ничего не изменилось, мы знаменатель умножаем на то сопряженное выражение, которое мы вписали в числезе. 1-x квадрате плюс 1 плюс x квадрате под x. Получается, что у нас 1-x в четвертой. Что у нас получается? Нет, вы знаете, все можно было делать намного легче. Я сейчас дуркану. Sorry. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Можно было, смотрите, это же нужно было разложить это все на множитель. Замязан. Вот так. Вот так пока оставляем. А здесь посмотрите. Это же единица минус x квадрат на единица плюс x квадрат. Правильно? Правильно. А теперь разделим каждый из этих двух на знаменатель. Получается, что у нас? Если я вот это разделю на это, то вот это сократится и останется. Вот так. Если я вот это разделю на это, вот это сократится и останется это. Знак минус это вот он. Ага. Ну и потом я сделаю вот так вот. Отдельно рассматриваю. Вот так вот. А это уже табличные интегралы. Если вы внимательно посмотрите, то это табличные интегралы. Это получается нейтральный алгоритм. Модуль х плюс корень из х квадрата плюс 1. Так. Минус арксинус. Ах. Плюс. Да. Все. Это есть ответ. Да. Поспешишь. Однам, наверное, смешишь, да? Ледяно спешишь. Все. Не надо спешить. Так, хорошо. Следующий номер. Поехали. Следующий интеграл у нас такой. Вот так. Секунду. Здесь нашли шесть. Интеграл. Х квадрат. Разделить на х квадрате плюс 1. Под и х равно. Значит, мы представим. Давайте я вот это вот числится вот так. Это х квадрат плюс 1. Чтобы было похоже на знатель. И еще плюс 2 добавим, чтобы 1-2 было 3 вот этим. Мы равны. И делим на х квадрат плюс 1. Под и х. Это мы так разгрупируем. И разделим вот этот член на вот это. А это на это. Если мы разделим вот этот член на замес, то у нас получится виденница. Плюс 2 делить на х квадрат плюс 1. Под и х равна. То есть получается у нас сумма вот таких интегралов. Двое квадрата с ним за знак интеграл. Получается дх на х квадрат плюс 1. Это у нас х. Уничтожает игру. Это плюс 2. Так остается. А это у нас что? Арктангенс. Арктангенс х и плюс х. Вот такой вот у нас получился ответ. Так. Приходим к следующему. Надеюсь, что вы еще живы. И вы видите, как говорится, что не было. Горшки обжигают. Что в принципе это все можно и нужно делать. Поехали дальше. Следующее у нас это. Так. Сейчас, секунду. Вот оно. Х квадрат минус 7 разделится на 9 минус х квадрат. Вот это х. У нас, видите, здесь не очень удобно, что здесь при знаке это х квадрат числителя знак плюс, а здесь минус. Поэтому, чтобы было более или менее удобно, давайте знак минус поставим при знаком интеграл и получится вот так вот. Х квадрат минус 7. А здесь получится х квадрат минус 9. И воспользуемся тем приемом, который мы воспользуемся в предыдущем примере. Это получится, что у нас х квадрат, чтобы было 9, то есть мы добавим еще минус 2, еще плюс 2. Вот это у нас даст х квадрат минус 9. То, что у нас здесь числитель. То есть у нас получится это минус. Так, и здесь под х, конечно. Что у нас получится? х квадрат минус 9 на х квадрат минус 9, это будет единица. Так, здесь у нас будет плюс 2 на х квадрат минус 9 по dx. Или это получается минус по dx. Независимо, что минус не только сюда, но и сюда. минус 2 за знак интеграла dx на х квадрат минус 9, это будет 3 в квадрате. Очень хорошо. Интеграла dx, это будет dx, но так знак минус. Минус 2. А это у нас тоже, представьте себе, табличный интеграл. Но у нас здесь еще вот 3 в квадрате, поэтому уже минус 2 и 1 третья. Минус 1 третья. Так, это у нас логарифм. Логарифм х минус 3 на х плюс 3. Можно минус внести сюда. Тогда у нас получится, что минус х плюс 2 третьих. Логарифм, тогда они поменяются местами, да, чисто со знаменателем. х плюс 3 на х минус 3 и плюс c. Вот так. Вот, можно было сделать. Так, что еще у нас есть, кстати? Удачным всегда считается умение сделать удачную предстановку. Давайте посмотрим самую простую вещь. Значит, у нас есть интеграл. 9х делить на корень кубический от 9х минус 7. Если вы помните, до этого в начале пары я говорил, что должно быть одинаково после d. После d здесь х, а здесь 9х уже не одинаково. Поэтому я припишу после d девятку умножу х на 9. Но чтобы ничего не изменилось, я тоже делю весь интеграл на 9. Тогда все отлично. Корень кубический из 9х минус 7. Специально пишу очень подробно. Пусть те, кто знает, о чем я не возмущаюсь. Возмущается. Итак, смотрите, здесь 9х, а здесь минус 7. Не одинаково. Вы не поверите, я могу приписать совершенно спокойно сейчас дифференциалу после 9х любую константу, в том числе и минус 7. Потому что при дифференцировании, если вы помните, дифференциал константа равен 0. Поэтому я могу приписать любую константу. Но мне удобно приписать, конечно, минус 7, чтобы была унификация, чтобы по дифференциалу было то же самое, что и под кубическим корнем. А это мы с вами запишем в Беллобского не в виде радикала кубического, а в степени минус 1 третья. Используем такую формулу, я специально ее выписал, я ее и на физхимии выписан специально, чтобы вы люди помнили. Давайте еще раз. x в степени n интегра по dx, да, это что у нас? x в степени n плюс 1 на n плюс 1. Поэтому у нас с вами минус 1 третья, так, минус 1 третья. Поэтому у нас получится, что это 1 минус 1 третья плюс 1, это будет сколько? 2 третьих, так? Вот, минус 1 третья плюс 1, это будет 2 третьих. Но если мы делим на 2 третьих, значит тройка упадет в числитель, а тройка останется в 2 мастер. То есть получится 1 девятая умножить на 3 вторых. Вот это вот. А это у нас получится 9х минус сины в степени 3 вторых плюс. То есть это получается, сокращается. Получается, что у нас 6, да, равно 1, потом у нас 6. Минус 1 третья плюс 1. А, подождите, это же 2 трети. Из них нет, так, как и 4. Минус 1 третья плюс 1, это 2 трети. Так, это будет, пардонте, 2 трети. То есть получается 1 делить на 6, так. И здесь у нас получится. Блин, вот я туплю, а. Смотри. 3 вторых, конечно, вот она же. То же самое, 3 вторых. Минус 1 плюс, вернее, 1 плюс 1 третья. Травдно, что 2 трети. Поэтому это будет корень кубический. Нет, это 2 трети. Все правильно? Ой, господи, он так послужит мне, да, скажет. Что-то с ним это. Это корень кубический из 9х минус 7 квадрата. Сори, сори, сори. Это бессонный, значит, сори. Так, ну, вроде все. По оформленной все получилось. Дальше. Дальше у нас... Такое задание, посмотрите, пожалуйста. Интеграл от 2х плюс 1 на х квадрат плюс х. Минус 3 под х. Не спешите. Не спешите с вариантами. Когда вам дается такое, посмотрите, а не является ли вот это дифференциалом знаменателя. Ведь если мы, если мы введем вот этот числитель по знаку дифференциала, тогда у нас что получится? Дифференциал. Х в квадрате плюс х. Потому что если мы сейчас дифференциал возьмем от этого выражения, у нас получится бы, конечно, дифференциал от х квадрата чему равен? 2х. А дифференциал от х? 1. Все. 1х квадрат плюс х минус 3. Однако я вам здесь показывал, что после знака дифференциала мы можем ставить любую константу. И чтобы была унификация некая. Здесь, если здесь минус 3, то мы здесь напишем минус 3. И нас за это не расстреляют, и нам это позволит высочислить спокойно. Интеграл х квадрат плюс х и напишем минус 3. Дифференциал от минус 3 равен или так, что ничего страшного. Х квадрат плюс х минус 3. Ну, а это что у нас такое? Это натуральный логарифм. Откуда я это беру? Вспомните такую форму табличную. Здесь напишу интеграл, допустим, du на u равно логарифм u. Ну, там просто, конечно. Вот так и здесь. Раз у меня по дифференциалам стоит то же самое, что без номинации, то это точно натуральный логарифм. Х квадрат плюс х минус 3. Значит, здесь я должен сделать маленькую паузу. Вот здесь. И подумайте, мне нужно ставить знак модуля или можно круглые скобки. Знак модуля мы когда берем? Для чего берем? Чтобы исключить отрицательные значения х. Вернее, функция эта. Но посмотрим. Ну-ка, дифференциал. Б квадрат. Дифференциал. Единица минус 4 умножить на 1 умножить на минус 3. Он больше нуля. Поэтому вполне может быть отрицательным. Поэтому он придется брать вот так. Но если бы у вас дискриминант был меньше нуля, вы могли бы написать в логарифм таких скобок. Вполне себе. Да. Дальше поехали. Так, поехали. Давайте возьмем вот этот. Значит, такой интеграл х. Поды х разделить на х квадрат плюс 6. Такие интегралы могут даваться на устный экзамен. Проверьте, вы вообще понимаете, о чем тут речь или нет. Смотрите. Здесь х квадрат. А здесь х. Поэтому очень удобно х закинуть сюда под знак дифференциала, чтобы тоже было по знаку дифференциала то же самое, что и здесь. То есть у нас что получается? Предыдущий случай, когда по дифференциалам стоит то же самое, что и у знаменателя. Это однозначно натуральный логарифм. Так, ну, здесь можно взять так. Это является у нас первообразной функцией. Что у меня еще пока припусим из-за человека? Вот такая вот функция. Посмотрите, пожалуйста, на меня. Не функция, а пример. Интеграл. Интеграл. В числителе е в степени х под х на 2 е в степени х плюс 7. Это вообще прямо сказка. Мы можем е в степени х внести под знак дифференциала. И тогда нам будет хорошо. Смотрите. Потому что дифференциал от е от х это е от х. То есть ничего не нужно ни домножать, ни делить. Ничего. Но под знаком, вернее, в знаменательстве у нас двойка перед е степеницей. Поэтому сейчас я вот так вот домножаю на 2. И чтобы ничего не изменилось, я тут же умножаю на 1 вторую, чтобы эти двойки друг друга нейтрализовали. И я помню, что я по знакам дифференциала могу взять любую константу. Здесь у меня плюс 7, поэтому я здесь ее не пишу. И что у меня получается? Снова то же самое здесь. И здесь идет совпадение. Поэтому это равно, что 1 вторая логарифма нейтральной от е в степени 2, от 2 в степени ех плюс 7. Плюс 7. Но тут можно вообще-то вспомнить о том, что такое логарифм. Мы должны с вами вспомнить, что логарифм, допустим, a, b это логарифм a плюс логарифм b. Правильно? Поэтому, если я дальше продолжу, то получится, что у нас 0,5 логарифм от 2e в степени х плюс 0,5 логарифм синий плюс сел. Но это у нас тоже константа. Константа плюс константа даст другую константу. Можно дальше расписаться. Получается, что у нас 0,5 логарифм 2 плюс 0,5. О, боже мой. Конечно, это же тоже плюс. Так, ребята, вы ничего не видели, вы ничего не слышали. Позор, позор, позор. Так, все. Вот это и остается красивым таким ответом. Все. Это остается красивым ответом. Все. Вы ничего не видели и ничего не слышали. Ой, ладно. Так, следующее. Поехали. У вас есть такой пример. Интеграусы x на x логарифм x. Очень красивый пример. Значит, когда вы увидите вот такое, когда у вас x в знаменателе есть логарифм натурального, прямо это напрашивается на то, чтобы x внести сюда познание дифференциала, это получится d логарифм x. Всегда это так. Потому что дифференциал от логарифма x равен 1 деломену x. Как и здесь. Но у нас получается, что у нас после дифференциала есть логарифм x. И здесь логарифм x. То есть получается логарифм x. Вот так вот и получается. Вот так. Давайте еще раз смотрим пример. Интеграл тангенс x по dx. Тоже классический пример, но его в матклассе рассматривать даже. Насколько я помню. Это синус x на косинус x по dx. Смотрите, здесь косинус, а здесь синус. Но давайте синус сюда впихнем в знак дифференциала. Тогда везде будут косинусы. И будет нам хорошо. Но мы помним, что дифференциал от косинуса это не синус x. Это минус синус x. Чтобы его не тренироваться, мы ставим минус здесь. У нас здесь и здесь одно и то же. Поэтому получается вот это выражение. И еще раз напоминаю, когда у нас вот такое выражение, табличный интеграл, это логарифм x. Это так всегда. Так, ну и что еще у нас тут есть? Сейчас их уберем. Вот такое выражение. Вариант интеграл, смотрите, интеграл синус x умножить на косинус квадрат x по dx. Опять-таки сразу нужно понять, что надо унифицировать либо все под синус косинус, либо все под косинус. Он на синус первой степени, а косинус второй. Поэтому удобнее, конечно, работать с синусом и его превратить в косинус. Каким образом? Мы его познавим дифференциалом будем. Потому что дифференциал от косинуса равен почти что синус. Почему почти что? Потому что там будет минус синус x, а у нас здесь плюс синус x. Поэтому, чтобы уничтожился тот минус, мы минус добавляем. Чтобы минус на минус был плюсом. Получается вот так вот. Вот так вот. А теперь, чтобы вы понимали. Я сейчас это очень подробно напишу. Но обычно это сделают двумя. Сделаю такие скобки. Пишут косинус x будет равен, опустим, t. На счет получается минус t в квадрате в ходу t. Это легко. Это минус t в кубе на 3 плюс c. Да, 2 плюс 1 делить на 2 плюс 1. Степень 2 плюс 1, 3. Делим на 2 плюс 1, это тоже 3. Ну а теперь обратное место t в косинус. Получается минус косинус в кубе от x на 3 плюс c. Вот так это сработало. Так, еще пример. Давайте посмотрим, как можно закидывать по знаку дифференциалу. И это очень сильно облегчает жизнь. Напоминаю, это все только первые шаги интегрирования. Так что, надеюсь, что вроде все понятно. Должно быть, по крайней мере, понятно. Вот такой интеграл. dx на x квадрат плюс 1. И здесь arc тангенс к x. Смотрите. Казалось бы, те, кто не совсем что-то слышали, слышу зло, не знаю, где он, например. Здесь алгебраическая функция, здесь trigonometрическая функция. Поэтому работаем по системе интегрирования по частям. Но если делать нечего, то, конечно, можно. Но есть намного легче способ. Дело в том, что вот это, вот это, если мы закинем сюда по знаку дифференциал, это будет арктангенс. То есть, получается, что у нас? d арктангенс x. Ну и остается арктангенс. То есть, дифференциал от арктангенс x это и есть x квадрат плюс 1. Но, проще говоря, если вы откроете таблицу производных, производные от арктангенс x, это вот это выражение. Единица делит на x квадрат плюс 1. Вот и все. Теперь мы получили ситуацию, когда у нас что? По знакам дифференциала и в знаменации одно и то же. Поэтому получается логарифм арктангенс x плюс c. Вот и все. Так. Так. Сейчас секунду. Я все-таки смотрю таблица, то я не мог на путь успешно. Сейчас я смотрю на то, я тут вижу, что я за в сходно. А здесь я, получается, немного в руку. Это я тетрадки не натворю. Так, следующее. Поехали. Вот такая вот ситуация. Ситуация такая. Интеграл такой. Интеграл корень квадратный из единицы минус 2 синус x. Так. Косинус x по dx. Казалось бы, думают люди. Ой, все. Ахтунг, ахтунг, у нас тут тригонометрия сплошная, паша, и все. Опа, с приставкой же. Нет. Не всегда так. Тут удобно косинус запихнуть вот сюда. И тогда у нас будет везде синус, и нам будет хорошо. А у нас дифференциал какой фонусу равен косинусу? Синус. То есть получается на что? Корень квадратный из единицы минус 2 синус x по d синус x. Все. Прямо отлично. Почему? Потому что дифференциал синус x равен косинус x. Ничего не изменилось. Так. Теперь, чтобы было еще понятнее, пока я так пишу. Пусть синус x равен… Ну, пусть будет z. Пожалуйста. То есть получается, что у нас интеграл от корня квадратного из единицы минус 2 z. z, да, o, d, z. Но опять-таки, внимание, должна сработать у вас красная кнопка, лампочка загореться. Здесь-то у нас 2 z, а здесь z. Чтобы было нам хорошо и отлично, мы должны с вами вспомнить, что должно быть все одинаково. А чтобы было одинаково, нужно будет что сделать? Двойку выставить сюда. То есть, чтобы было 2 z. Так. А чтобы все было хорошо, чтобы ничего не изменилось, мы сразу умножим на второй интеграл. Получится корень единицы минус 2 z. Правильно? Ну, почти хорошо. Только здесь у нас минус 2 z, а здесь 2 z. Чтобы было минус 2 z здесь, мы, значит, здесь запишем d минус 2 z. А чтобы ничего не изменилось, мы тоже умножаем на минус единица. Получится минус 1, 2. Интеграл на корень единицы минус 2 z. Но почти все хорошо. Смотрите. Здесь минус 2 z и здесь минус 2 z. Но здесь есть плюс 1. А мы можем спокойно поставить сюда плюс 1, потому что константа после дифференциала ничего не меняет. Получается минус 1, 2. Интеграл. Давайте запишем, что это единица минус 2 z. Степень 1, 2. Так и здесь. d на единице минус 2 z. Ой, как хорошо получилось. Ну, чтобы вам еще было прямо чудесно. Смотрите. Это прям совсем что. 1 минус 2 z будет равно t. То есть получается минус 1, 2. t в степени 1, 2. О, дек, t. А что это такое? Минус 1, 2. Это константа остается. А какая у нас формула-то была? Сейчас я здесь в красном шоу еще раз. Она у вас должна быть в голове. n плюс 1 на n плюс 1, да? После интегрирования. Пожалуйста. Это получается 1, 2 плюс 1, это что у нас? 3, 2. То есть это будет точно t. 3, 2. И делим на 3, 2. Так или нет? Так. И плюс c. То есть получается минус 1, 2. 1, 2. Умножаем на 2, 3. Потому что переворачиваем другая. Вместо t я уже пишу что? 1 минус 2 z в степени 3 вторых плюс c. 1 минус 2 z в степени 3 вторых плюс c. Вот и все, есть ответ. Вот и все, есть ответ. Ну, если хотите, можете написать, что это минус 1, 3. Так, получается 1 минус 2 синус x. На корень квадрата 1 минус 2 синус x. Плюс c. Это я в 3 вторых расписанных. Вот и все. Так. Поехали дальше. Специально подобно расписывать для тех, кто не совсем уверен. Пока не совсем уверен. Следующий, поехали. Вот такой интересный пример. Смотрите, интеграл. Лев степенью 4 косинус x минус 1. Умножить на синус x по dx. Опять-таки, не надо спешить, как в попу раненая курица. Вообще не надо. Смотрите, здесь косинус, здесь синус. Надо что-то превратить, чтобы была унифицирована функция. Либо все синус, либо все косинусы. Я вам в этом же говорю. Но в данном случае нам удобнее вот это сделать вот так. И тогда у нас будет косинус. И будет нам счастье. У нас дифференциал от косинуса дает только минус синус x. А у нас здесь синус x. Чтобы тот минус неинтересовать, мы еще минус запишем вот так. 4 косинус x минус 1 на d от косинус x. Пока так. Пока так. Упоминаю, дифференциал от косинус x. То есть почти что-то, как произвела косинус x. Это минус синус x. А у нас здесь синус x. Чтобы тот минус синус x не нейтрализовать, мы переправляем еще минус синус x. Умножаем. Ну, хорошо. Но у нас-то здесь 4 косинус x. Поэтому, чтобы было хорошо, мы пишем 4 косинус x. И чтобы эта четверка ни на что не влияла, мы тут же умножаем весь интеграл на 1 четвертую. Ну, и чтобы было совсем хорошо, мы можем сюда переписать и минус 1. Потому что написание любой константы после дифференциала ничего не меняет. А чтобы было прям совсем все очень понятно, давайте вместо 4 косинус x минус 1 напишем. Это будет y. Что у нас получится? Минус 1 четвертая. Минус 1 четвертая. Интеграл е в степени y на d. А это что такое табличное? Это е, е. Получается минус е в степени y на 4 плюс c. Вместо y пишем это минус е в степени 4 косинус x минус 1 на 4 плюс c. Вот и все. Это и есть ответ. Это и есть ответ. Так, следующее. Давайте посмотрим на такой пример. Косинус x под x на 2 плюс синус квадрат x. Не надо спешить, как известное животное, раненое в известное место. Помните про ранификацию функции. У нас здесь косинус, а здесь синус. Вот неудобно. Но если мы сделаем вот так, то нам будет хорошо. Будут везде синусы. Производная, вернее, дифференциал от какой функции она отдает косинус? Синус. То есть получается, давайте так напишем, 2 плюс синус квадрат x в степени минус 1. После какой-то занятия на d синус x. Вот так и получилось. Ну и чтобы вам было совсем прям понятно. Вот то, что я сейчас пишу, вот это. Это все делается в голове или у тех, кто опытный уже автоматом. Ну, давайте предположим, что вы не очень опытный. Допустим, не сеть равно, допустим, t. То есть у нас получится что? Интеграл от 2 плюс... А, нам нужно было так делать, да? В нескольной степени как-то... Думаю, будет лучше и так. Получается dt на t квадрат плюс... И двойка, это корень из 2 в квадрате. Почему я так делал? Потому что я уже вижу, какая формула должна быть. Это 1 зеленый на корень из 2 арктангенс. Арктангенс, да. Арктангенс t на корень из 2 плюс c. Теперь вместо t я пишу же симость. Получается 1 на корень из 2 арктангенс. Синус x делить на корень из 2. Не забывай оставить считать ее. Скорень из 2. Вот он ответ. Так, что еще давайте посмотрим. Вот у вас есть табличный интеграл. Скорее всего, интеграл от dx на синус x. А это на самом деле его можно вывести. Посмотрите. Интеграл dx на синус x. Если вы помните, вначале я сказал, что многие из тех поймов, которые у вас есть в списке, они на самом деле выводятся. Но чтобы каждый раз их не выводить, конечно, их свели все в таблицу. И каждый раз запретать скилосы, это тоже нехорошо. Но, тем не менее. Давайте с вами вспомним тригонометрию. Хорошую, добрую, старую, надежную школьную тригонометрию. Синус x через половину аргумента. Это 2 тангенс х пополам на единица плюс тангенс квадрат х пополам. Я уверен, что при поступлении в хорошие, нормальные российские вузы вы должны были уметь решать тригонометические уравнения. А там как раз-таки один способ был. Это вот такая вот замена. Кстати, мы с вами будем рассматривать чуть позже. Это универсальная замена тренингенческих финансов. Так, ну и что у нас получается? Давайте перевернем. Вот эта двойка, она пойдет вот сюда, как одна вторая, потому что она знаменательна на самом деле. А это вот, видите, трех этаж на раз, два, три. Вот третья пойдет вперед. То есть получается, что у нас единица плюс тангенс квадрат х пополам делить на тангенс х пополам. Вот так у нас получается. Вот так у нас получается. И по dx. Но давайте, видите, здесь х пополам, здесь по dx. Я если сделаю вот так, вот разделю здесь на 2 этот х, я тут же должен буду умножить на 2, если там поделю, чтобы все было хорошо. И тогда эти двойки сокращаются. И у меня получается вот такая вот картиночка. мы делим каждый из них на, значит, что у нас получается, dx на, я уже не могу понимать, откуда это, х пополам, да? На х пополам. Ну а это у нас сократится, у нас получится интеграла dx пополам на dx пополам. Что у нас здесь получилось? Что у нас здесь получилось? Так. Это у нас получается катангенс правильный на, если, или распишем, это будет на что. dx пополам на синус х пополам на косинус. Я подробно пишу пополам. Плюс. Здесь у нас что? Интеграл. Синус х пополам на косинус х пополам на dx пополам. Поехали. Переворачиваются трехэтажные. Раз, два, три. Поэтому третий этаж пойдет на первый. То есть получается у нас что? Косинус х пополам разделить на синус х пополам. И здесь у нас что? dx пополам. Плюс. А здесь мы тоже решали. Смотрите, здесь синус, а здесь косинус. Унификация функции. Пойдем вот сюда, вот таким способом. И дифференциал. А какую функцию нам дает синус? Косинус. Но только со знакой минус. Поэтому здесь у нас уже будет... Не плюс, а минус. И получится у нас что? Интеграл от d косинус х пополам на косинус х пополам. Вы уже понимаете, чем это идет. Да? Куда косинус деференциалы здесь и здесь одинаково. Это на нейтральном корректе. А здесь мы тоже сделаем вот так. Вот сюда. Чтобы была унификация, нам косинус придется поставить по данным деференциалам. У нас получится синус. То есть получается у нас вот такая ситуация. Д синус х пополам здесь. И здесь синус х пополам. И здесь. Сейчас запишу. Д косинус х пополам с числителями. И косинус х пополам с номинатами. Ну и что это получается? Здесь у нас получается логарифм синус х пополам минус логарифм косинус х пополам плюс c. Или используется свойство логарифма. Получится логарифм синус х пополам делить на косинус х пополам плюс c. А что это такое синус на косинус? к тангусу. Получается логарифм тангенс х попалан плюс с. Если вы посмотрите на свою добыцию, вы увидите именно такую формулу. Вот так. Вот она куда выплзла. Это уменьшительная формула. Смотрим дальше, что у меня тут есть. Поехали. Так. Поехали. Сейчас я сделаю. Сейчас я нажимаю. Получается, нет. Все, получается. Поехали. Значит, вот такой он, допустим, играл. Смотрите. dx разделить на 1 плюс корень из x плюс 5. Ну, что могу сказать. Во-первых, если мы даже здесь прибавим пизерочку, мы можем это сделать. Нам шибко это не поможет. Тут вот надо было действовать как-то по-другому. забегая вперед, скажу. В большинстве случаев, когда у вас встречаются вот такие радикалы, нужно под радикальное выражение сделать замену. Вот это x плюс 5 x плюс 5 нужно заменить так, чтобы освободиться от радикала. У нас радикал в второй степени, корень квадратный, поэтому я заменяю его на t в квадрате, и тогда этот степень и этот радикал другого уничтожат. И будет нам счастье. Но нам надо переходить от системы x к системе t. Поэтому мы сейчас должны рассчитать, чем равен tx. Для этого мы берем d слева и d справа. То, что я сейчас пишу, это подразумевается, но не пишется. Дифференциал от x это dx, а дифференциал от 5 это 0. А дифференциал от в квадрате это 2t по dt. Если просто производим 2t и дописать нужно dt. Все. То есть я уже вижу, что вместо этого dx я напишу 2t по dt. Поехали. Вот такие записи в вертикальных скобках это промышуточные записи и вычисления. Они вполне допустимы и даже должны быть написаны, чтобы экзаментор видел, что и как вы делаете. И поэтому получается у вас вместо dx у вас получается 2t по dt 1 плюс. А вместо вот этого x плюс 5 представляется t в квадрате. И корень от t в квадрате это t. Все. Двойку можно вытащить за знак интеграла. Получается 2 на t на 1 плюс t по dt. Ну, тут простой прием. Смотрите, плюс 1 и минус 1. чтобы чтобы вот это разъяснить до уединицы. Получается 2 единицы минус 1 на 1 плюс 3. Я думаю, вы поняли. Мы это уже делали сегодня. Что у нас получается? Это 2 интеграл по dt это вот это с этим минус двойка относится к этому тоже. Минус 2 интеграл dt на 1 плюс t. Вот здесь, пожалуйста, можно и нужно прибавить единицу, чтобы было так же, как и здесь. Я могу еще раз повторюсь. Можно любую константуру. Я мог написать миллиард. Мог написать корень из 3. Мог написать минус 2,6. Да все, что угодно написать. Мог написать p. Но мне удобно написать единицу, чтобы было одинаково. И тогда здесь у меня получается, что 2t. А это у меня что? Натуральный алгоритм по t плюс 1. А теперь вместо t я пишу что через x. Потому что я сейчас должен вернуться к x. А t у меня вот это выражение корень из x плюс 5. Правильно? Вот у меня t. Поэтому это равно 2 на корень из x плюс 5 минус 2 логарифром на корень из x плюс 5 и плюс вот эта вот единица. Плюс c. Все. Это и есть тот ответ. Ну, что еще? Давайте еще попробуем. допустим. у вас вот такое. dx на x на корень из 2x плюс 9. еще раз повторяю, это не панацея, но чаще всего удобнее взять такую замену, чтобы освободиться от радикала. И это мотив будет оставаться на протяжении вашей учебы всегда. Значит, у нас здесь радикал второй степени, поэтому 2x плюс 9 пусть будет равно так же t в квадрате. Берем радикал, ой, дифференциал от 2x плюс 9 и это берем на радикал от t в квадрате. То есть, что у нас получается? Дифференциал от 2x это будет что? 2 и dx. А дифференциал от 9 это 0, потому что дифференциал константа равен 0. А это производная t в квадрате 2t и не забываем написать dt. Двойки сокращаются. То есть, получается, что dx у нас равен чему? t на dt. Не забываем выразить x отсюда вид вот из этого выражения x чему равен у нас? t квадрат минус 9 попало. Все промежуточные вычисления мы сделали и начинается подстановка. Вместо dx мы пишем вот это t по dt. Вместо x мы пишем вот это выражение это t квадрат минус 9 пополам. А вместо вот этого выражения 2x плюс 9 это t в квадрате, а квадрат в квадрате это t. Посмотрите, вообще классно получилось. Вот так получилось. t ушло. Раз, два, три этажа. Двойка пошла сюда, но ее можно поэтому сразу вытащить на знак интеграла. Поэтому получится 2 dt на t квадрат минус 3 в квадрате 9 в квадрате. Правильно? Это однозначно 100%. Что у нас получается? Как его стандартная у нас процедура? Этот интеграл сейчас я не хочу снова писать хорошие вещи, поэтому давайте я посмотрю. x квадрат минус а квадрат. Значит, вот эта твойка она остается. Получается 1 на 2. И а а у нас это тройка. Получается логарифм t минус 3 на t плюс 3. Все по этому по науке. Все по науке. Эти двойки сопрощаются. Получается на что? 1 третье логарифм. Вместо t подставляем чему-то равно на самом деле. t это что? Корень квадратный из 2x плюс 9. Получается корень квадратный из 2x плюс 9 минус 3 на корень из 2x плюс 9 плюс 3 и плюс c. Вот, собственно говоря, почему равен этот интеграл. Почему равен этот интеграл. Так, ну что, ну еще давайте один возьмем какой-нибудь. и на этом я вас пока мучить перестану. Это было просто что? Маленькое, я надеюсь, информативное введение для тех, кто не знает как работать с интегралами. Вот такой интеграл, смотрите. интеграл корень квадратный из e в степени x минус 1 по dx. Так, снова что у нас получается? У нас есть интеграл, ой, есть радикал квадратный не очень хорошо. Давайте возьмем так. e x минус 1 вот это под радикальное выражение возьмем t в квадрате, чтобы радикал и степень уничтожили. Стандартная процедура, потому что нам нужно знать, чему равен dx. d от e x равен e x минус 2m dx, а d от минус 1 это 0. Здесь получается 2t по d t. Соответственно, dx равно 2t по d t изелит на e x. Так или нет? Но а e x надо заменить на t. Мы уже от системы x к системе t переходим, то здесь мы не должны иметь x. Поэтому получается 2t по d t и вместо x мы пишем вот это t квадрат плюс 1. То есть мы заменили x. Так, ну вот и все. И что у нас получается тогда? Корень квадратный из вот этого выражения это t. А dx у нас вот такой получилось 2t по d t и делим на t квадрат плюс 1. Двое вытаскиваем сюда. Получается 2t в квадрате по d t на t квадрат плюс 1. Очевидно, что нужно сделать плюс 1 минус 1. Такой хороший распространенный прием. Получается у нас если я вот это разделю на это получается единица и остается минус 1 на t квадрат плюс 1 по d t. То есть получается 2 интеграл по d t вот это с этим минус 2 потому что 2 по сюда тоже относится интеграл d t на t квадрат плюс 1. Получается что у нас 2t минус 2 а это минус что арктангенс t плюс c. Ну и теперь мы с t можем ставить чему равно t. Если t квадрат это вот это то t это корень квадратный из t получается это 2 на корень из е степени x минус 1 минус 2 на арктангенс корень из е степени x минус 1 плюс c. Вот так получилось. Кажусь так. Да. Ну вот собственно говоря то что я хотел вам сегодня показать. Первые такие плотные шаги честно говоря я думаю стоит или не стоит вам показывать интегралы но в соц. я думаю конечно надо как же без родных интегралов так. Еще раз напоминаю мы пока должны научиться впрягаться в интегралы. Вот впрягаться в интегралы уметь рассчитывать технику вы должны овладеть техника расчета интегралов то есть первообразных и все будет хорошо тогда. А лекторы вас научат теоретическим штучкам. На практике здесь вы должны научиться рассчитывать любые интегралы. Как вы видите рассчитать интегралы это вам не производный найти. Это совсем разный уровень сложности вещей. Спасибо вам большое за ваше внимание. Живо всего самого хорошего. И пожалуйста трудитесь. Без труда ничего не получится. Серьезно говоря. Тем более математикой овладеть. Хотя бы на уровне технаря. на технарском уровне овладеть математикой. нужно решать кучу всяких примеров. Кучу всяких задач. Вот тогда у вас будет рука набита и все будет хорошо. Чтобы не было типа слышу звон где он не знаю где он. Спасибо за ваше внимание. болейте.